Аспердорсус белатор Аспердорсус белатор или лесной воин. Вид проживающего на острове Черепа зауроподов 2-го преувеличения. Меньше родственник гигантского бронтозавра Бакстерии, Аспердорсус достигал длины от 35 до 40 футов. Он был небольшим по сравнению с другими зауроподами, но у него есть типичное для зауропод строение. Длинная шея и хвост, маленькая голова и неуклюжие ноги. Также он имеет необычные особенности строения, не встречающиеся у других зауропод. Такие как острые шипы на его спине, тянущиеся вдоль всего хребта, обеспечивая защиту спине. А также он имеет шипы под его длинной шеей, защищающие горло и пищевод. Все шипы соединены с позвоночником. Есть также некоторые маленькие шипы под хвостом, но они не прикрепляются к позвонкам, а держатся с помощью мышц. С помощью этих шипов Аспердорсус защищается от крупных хищников, примерно как стегозавр. Эти шипы имеют нечто общее с шипами вымершего зауропода аморгозавра, но в отличие от своего возможного предка, шипы Аспердорсуса достаточно крепки и используются в целях самообороны. Также Аспердорсус покрыт толстой серой кожей, с многочисленными острыми чешуйками. В отличие от бродящего по равнине бронтозавра, Аспердорсус живет в густом лесу. Несмотря на его размер, он испытывает мало затруднений при перемещении через джунгли, благодаря его узкому телу, а заросли предоставляют ему укрытие от хищников. Динозавр питается разнообразной растительностью, а также фруктами, которые находит при помощи острого обоняния. Из-за его необычно большого размера для лесного животного, ему приходится срывать листву на более высоком уровне, чем другие лесные травоядные животные, эффективно устраняя любую конкуренцию. В отличие от вымерших зауропод, Аспердорсус – одиночное животное, собирающееся в группы только ради продолжения рода. Животные находят друг друга, используя низкочастотный грохот, производимый их большими животами. Самцы пытаются произвести на самок впечатление, разбивая как можно больше валунов и уничтожая как можно больше растительности, издавая много шума в процессе. Это может иногда привлекать плотоядных животных, достаточно отчаянных для нападения на этих грозных травоядных. В основном зрелище, устраиваемое самцом, производится с помощью хвоста. Аспердорсусы часто становятся жертвами бастатозавра, поэтому самки этих зауропод очень плодовиты и производят на свет сотни детенышей. Аспердорсус, вероятно, является предком семейства диплодоцит. Большинство диплодоцит имели костяные шипы вдоль спины, которые после могли эволюционировать в длинные шипы Аспердорсуса и срастись с позвоночником. А также внешние строения очень схожи у Аспердорсуса, как и у большинства диплодоцит. Имелся легкий скелет, длинное, но не массивное тело. Шипы и хвост-хлыст, который Аспердорсус усовершенствовал, сделав толщи и добавив шипов. Аспердорсус является возможным предком диплодоцида амаргозавра. В длину Аспердорсус достигал от 11 до 14,5 метров. Высоту около 4,5 метров на уровне бедер и 8 метров на задних ногах. Весил при этом от 10 до 12,5 тонн и обитал в джунглях Острова Черепа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова